всем привет на обзоре отличная паяльная станция от бренда ехуа предпочтение отдал по той причине что пользуюсь уже много лет продукции данного бренда и как бы нет никаких дефектов и явных недостатков соответственно работают и работают практически бесконечно эта модель 1000b имеет максимальный функционал и самую высокую стоимость есть еще более доступная модель как у вас на экране на котором как видим отсутствует фен но этот фен уже доведенная до совершенства и достаточно высокой мощности в пределах 700 ватт которого вполне достаточно для большинства задач кому покажется мало у нас на канале есть отдельный обзор про скоростной фен с увеличенной мощностью и быстрой возможностью замены горячих насадок кому интересно можете перейти по этой ссылке преимущество данной станции это возможность независимо друг от друга регулировать включать отключать и главное на передней панели нет никаких торчащих проводов которые съедают полезное пространство рабочего стола поставляется вот такой громоздкой упаковки руководство пользователя на китайском и английском языке видим мощность 1350 ватт керамический нагреватель потребляет 540 ватт 700 ватт потребление феном и паяльник мощностью 75 ватт у этой модели еще и вентиляторы детали механизма фиксации платы видим насколько все аккуратно сделано данный механизм не крепится жестко к станции соответственно имеет большей свободы возможность закрепить мини материнские платы крепить также можем абсолютно любой длины видеокарту паяльник здесь отличные приятный на ощупь прорезиненный участок отличаются данные паяльники очень высокой надежностью практически невозможно испортить и расходный материал особенно керамический нагреватель стоит как батон хлеба эти керамические нагреватели имеют большой ресурс особенно если не кочегарит постоянно на высоких температурах а богатый выбор насадок позволяет адаптировать паяльник под разные задачи провод настоящий силикон очень мягкий со временем должна стать еще мягче смотрим в столь критической температуре для силикона 450 градусов как видим провод не горит том числе нет никакой реакции и на проводе фена в целом видим все сделано с упором на максимум качества и главное преимущество этого паяльника он практически не ощущается в руках это особенно важно когда по много часов подряд пользоваться пайкой разъемы можем видеть промышленного образца стандарта gx фен это высокопрочный термостойкий пластик отличная эргономика провода здесь также эластичные но достаточно толстые разъем опять стандарта gx но уже с большим числом контактов для управления нагревателем термопарой и вентилятором фен имеет отличную эргономику и форма подобрана таким образом что случайно не перекрывать забор воздуха насадки также претерпели изменения если раньше это все просто на шелчок одевалась то теперь надежно будем затягивать насадки в комплекте разного сечения еще и прямоугольная примерно 12 миллиметров голова инфракрасного излучателя тяжелая почти все из металлического сплава механизм регулировки высоты как на советских микроскопах комплекте поставки две насадки с разным полем излучения сделано все очень добротно наверху излучателя расположен вентилятор размером 40 на 40 миллиметров топорное кольцо фиксирует лампу излучателя и желтый рефлектор для инфракрасного излучения заглушка чтобы закрыть стойку и для подключения снова видим разъем стандарта dx16 комплекте сетевой провод как раз для наших розеток с хорошим запасом на 16 ампер еще светодиодная подсветка сделано все в промышленном стиле из металла гибкий рукав светильника позволяет направить точно в рабочую зону рядом с ним можем видеть второй провод это уже для снятия показания температуры то есть идет выход на термопару и все это вместе снова выводится на промышленный разъем тяжелая подставка под паяльник это скорее плюс больше устойчивости ну и видим металлическую губку данному основанию можно прикрутить вот такую железку служит основанием для установки катушки припоя целом тут все продумано блок управления имеет большой размер и внушительный вес здесь можем видеть дисплей для каждого конкретного устройства есть возможность независимо друг от друга включать каждый отдельности прибор кнопки здесь все пластиковые видим отличный отклик нажатия и в блоке управления феном есть отдельный регулятор потока воздуха сверху расположен инфракрасный керамический нагреватель размером 120 на 120 миллиметров для защиты от тепловой деформации залита кругом силиконом для принудительного охлаждения сбоку с обеих сторон установлены вентиляторы размером 40 на 40 миллиметров мощное видим основание для стойки селектор для выбора единицы измерения в градусах цельсия либо градусов фаренгейта тумблер включения подсветки рядом гнездо подключения сенсора и светильника слева еще три гнезда их спутать невозможно так как разное число контактов главный тумблер включения он здесь самый крупный гнездо сетевого провода на входе имеет защитный предохранитель наверняка многим интересно что находится внутри заглянем первое в глаза бросается мощный тароидальный трансформатор блок управления инфракрасным излучением у керамического нагревателя снизу можем наблюдать теплоизоляционная рубашка куда собственно и подводится спираль нагревательный элемент многожилистые предположительно не хром изолированы керамические бусы и теплоизоляционная оплетка из стекловолокна устанавливаем штангу на свое место ставим стопорное кольцо и станция почти готова к работе на углу видим крепление для светильника подставка под фен также крепится двумя винтами затягиваем провода и все готово также для защиты глаз не забудьте установить защитное стекло есть механизм регулировки который может настраивать натяг соответственно можем выбирать удобное положение защитного экрана первое включение включаются все три вентилятора сверху значение 100 градусов это та температура которая нам нужна а снизу это фактическая температура которая снимается с термодатчика 100 градусов это минимум значение которое можем выставить для инфракрасного излучателя ну а максимум можно выставить на 350 градусов цельсия в данной станции заложена интересная функция удерживая две кнопки запускаем прибор и теперь попадаем в скрытое меню где можем регулировать и степень интенсивности светоизлучения где можно выставить минимум пять единиц в деле это выглядеть следующим образом более быстрая пульсация переводим на максимум это значение 80 здесь можем видеть более медленно начинает засвечивать прогревать оставим заводское значение 20 кому не нравится соответствие точности измерения температуры то в этом приборе заложена еще одна скрытая функция калибровки для этого на включенном приборе снова удерживаем две кнопки и включаем сам раздел питания лампой и как видим снизу появились цифры с помощью которых можем скорректировать температуру от минус 50 градусов до плюс 50 градусов цельсия при большом желании можно получить плюс минус один градусов цельсия точности температуры это очень важная функция чтобы случайным образом не перегревать детали в разделе управления керамическим нагревателем здесь минимальную температуру можем выставить 50 градусов цельсия нагрев тут плавные размерный чтобы не получить термоудар и выставить можно максимально допустимую температуру 200 градусов цельсия данный нагреватель также можно откалибровать снова те же минус 50 и плюс 50 градусов цельсия раздел управления паяльником здесь также нет необходимости сверять показания все также можно выводить калибровку до эталонного значения нагревать можем максимум до 480 градусов и прямо на глазах можем видеть как появляется цвет побежалости минимальное значение которые можем выставить это 200 градусов в работе фена все те же плюс минус 50 градусов для юстировки а вот температуру здесь можем выставить минимальную 100 градусов и максимальная температура которой можно установить 480 градусов цельсия попробуем немного в работе включаем керамический нагреватель также будем запускать инфракрасную лампу пошел процесс для максимальной концентрации поля обработки можем регулировать высоту видим как все спокойно снимается светильник достаточно компактный и ждать от него чудес не стоит это в большей степени пригодится для точечной подсветки в работе с микроскопом но а для освещения рабочего места лучше все-таки поставить нормальный благо они теперь есть без мерцания даже как видим на минимальной яркости нет абсолютно никакого мерцания ну и больше возможностей в регулировке яркости и даже возможность выставить желаемую цветовую температуру а учитывая работу на низком напряжении 5 вольт это почти вечный светильник на 10000 часов теперь одним только феном будем пытаться снять вот такую микросхему для полного счастья также нужно приспособить микроскоп чтобы получить вот такую картину обзор которого также есть у нас на канале оставлю ссылку и как видим одним лишь феном спокойно извлекаем деталь минимум перегревая плату спасибо за просмотр спасибо за просмотр